ребят всем привет друзья мы сегодня находимся в поселке черноморская то сюда часто любит приезжать летом я думаю интересно посмотреть как выглядит черноморской зимой всем приятного просмотра холодно как зайдем туда в пекарню купим пончиков вкусных надо подкрепиться вон пончики а вот цены на пиццу сейчас кушаем и идем гулять по черноморску всем приятного аппетита спортивная площадка мы сейчас находимся недалеко от набережной будете приходить заниматься кто любит отдыхать черноморске сделали альпийскую горочку высадили от кипарисы литуйки а вот здесь гоняют на картах помнишь здесь с собой катались кто знает друзья что это за тренажер пишите в комментариях это для водителя наверно то с вами пройдемся еще по аллейке выйдем на набережную пройдемся вдоль моря выйдем там храм старенький ребят не теряем время мы стараемся заниматься сейчас каждый день ходим смотрите как здесь чистенько все очень аккуратненько дует с моря от ресторанчик еще открыто не постоянно здесь работают но а дальше уже ближе к морю закрыта виднеется черное море прям вообще подойдем туда поближе возможно сильный там ветер кто сюда любит приезжать летом в этот поселок черноморская пожалуйста вот так он выглядит зимой вот вам ностальгия вспоминайте ну и приезжайте сюда летом здесь очень хорошо чистое море а песочек песчаный пляж но зимой конечно здесь совсем все по-другому но мы ищем везде свои плюсы и их находим единственное ну не покупаешься очень холодно я люблю черноморская сердечко срезали сожалению туда вы можете приходить с детками когда отдыхаете в этих прекрасных местах достаточно людно летом всякие разве кухи и машинки красиво да подышим морским воздухом полюбуемся красивейшим черным необъятным морем ближе уже к морю подходим и ветер прям сильный а вот на колесо обозрения которое работает только в сезон ух сейчас нет смысла включать потому что постулать всех нафиг ух ух какой ветер сейчас дует ух и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Храм старинный! Храм святого пророка Захарии, святой праведной Елизаветы принадлежит Евпаторийскому благочению Симферопольской Крымской епархии в 1838 году по указанию графа Воронцова по проекту архитектора Торичели. У этого храма очень большая история, кому интересно можете помониторить, почитать, коротко расскажу. В 1854 году во время Крымской войны при обстреле от мечети колокольня церкви была повреждена. При советской власти в 1930 году храм закрывался. В здании храма делали клуб, кинотеатр. В 1990 году происходит восстановление, также была реставрация. Конечно, он очень изменился, потерял свой первозданный вид, тем не менее продолжает свое существование. В 2018 году было установлено благовестный именной колокол, который был отлит из латуни. Весит он 290 килограмм. На сегодняшний день храм является одним из официальных мест православных паломничеств. Ребят, рядом с храмом небольшой рыночек. Капуста 20 рублей, картошка 25. Там, скорее всего, дальше лиман. Сейчас пойдем прогуляемся, посмотрим. Друзья, выходим сейчас на лиманчик. Почтовая 19, база стоянки МПС-20 рыбаков-любителей. Там муточки плавают, но здесь затишек. О, смотрите, чайки закричали. Смотри, смотри, смотри. Здесь ветра нет, ветер вот там, вот дальше в море. Чайки думали, что мы сейчас будем их кормить. А мы с собой ничего не взяли, ни хлебушка, вообще ничего. Вот там чья-то яхта или катер стоит, а собачка лезет. Там лодочки стоят спасательные. Обычно рыжая собака. И песик охраняет их. Рыжий, рычка рыжего песика. Позади меня уже идет частный сектор. Собственно, там уже делать нечего. Друзья, подошли сейчас с местной администрации. Я так понимаю, что это райисполком, дом культуры. На ЗАГС чем-то похож. Это, оказывается, чернобыльский районный суд. Это лейка, центр. Был когда-то местный универмаг в советское время. Обычно универмаги делали вот под таким вот стеклом, с такими решетками внутри. Почта. Прям центральная улица, друзья. Почта, суд, райисполком. Красота. Ребят, прям все рядом. Там суд, здесь адвокат. Прям все рядом. Далеко ходить не надо. Вот продолжается аллейка. Улица Кирова. Вот аллеечка. Дети нашли себе площадку детскую. Прям крутую. Мотоцикл. Сейчас мы с вами подойдем. Ну и рядом здесь какой-то памятник. Скорее всего, афганцам. Давайте подойдем поближе. Да, вот памятник афганцам, ребят. Надпись в моей душе. Болит Афганистан. Вечная память погибшим воинам. Вот имена воинов. Кочура, Куликов, Мельникова. Все очень культурно. Облагорожено. Прям нравится мне здесь. Очень нравится. Красивый поселок. Ребят, еще один памятник по улице Кирова. Это государственная граница. Священная и неприкосновенная. Памятник пограничникам. А это у нас долг честь Отечества. Памятный знак в честь сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих и защищающих права интересы граждан и государства о противоправных посягательствах. Пожарная часть. Машинки здесь пожарные стоят. Номер один и номер два. Да, номер один, два. Две от пожарной машины на весь поселок. Местные он гонщики гоняют. И вышли в самый центр. Вот площадь Ленина. Здесь он карта экскурсий. Карта Крыма. Черно-белая. Или выгорела. И вот здесь вот Ленин. Все, друзья, вот такой вот очередной видосик мы для вас запилили. Ужасно замерзли. Ну, мы все равно все сняли. Понравилось, ставьте лайки, оценивайте видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Кто-то что-то вспомнил, кто был здесь, кто любит приезжать сюда летом. Ну, прям ностальгия. Да. Все, очень понравилось, друзья. Друзья, нагулялись. Прям все. Замерзли, правда. Все, идем в машину, греемся. Круто было. Все очень круто. Все, друзья, всем пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!